В канун профессионального праздника предпринимателей России мы решили узнать, как в республике поддерживают малый и средний бизнес. Роскошные скатерти, занавески, дизайнерские кресла и декоративные подушки. В этом небольшом помещении раскроенный цех и швейное производство и цех сборки мебели. Компания разрабатывает авторские принты и использует только высококачественные материалы. Текстильному предприятию всего два года, но оно успешно реализует продукцию по всей России. Это мебель, которую можно хранить в саду, держать ее до осени. Она не выгорает, не загрязняется. С приходом стабильных заказов предприниматель Наталья Аниченкова уже через год задумалась об увеличении производственных площадей. За финансовой помощью она обратилась в агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашской республики. Мы получили наш первый кредит, благодаря чему переехали в помещение, которое два раза больше. И закупили оборудование, такое как швейные машинки, уже нового стандарта, так скажем, которые уже даже не полуавтоматы, автоматы, что позволяет швей им шить быстрее, ровнее. Таких успешных практик ведения малого бизнеса в республике много. Еще одна компания, которая смогла расшириться за счет получения микрозайма, это ветеринарный центр. Здесь обслуживают около трех тысяч пациентов. Обратились за помощью в агентство по поддержке малого бизнеса, для того, чтобы они нам помогли в приобретении помещения. Они нам предоставили достаточно лояльные условия. Достаточно большое здание мы купили и можем здесь сейчас расширить спектр услуг. Как правило, начинающим предпринимателям непросто получить кредит в банке. Механизмы финансовой поддержки со сниженной процентной ставкой разработали в правительстве региона. Приоритетным направлением для нас является развитие производственной сферы и сельского хозяйства. Для предпринимателей этих сфер действуют сниженные процентные ставки. Мы предоставляем долгосрочные займы на приобретение недвижимости, оборудования и транспортных средств. Именно таким образом финансовую помощь в Чувашии оформили более полутора тысяч предпринимателей республики.